Всем привет! Мы не сестры, нам 17 лет и мы живем в Москве. И сегодня мы, наконец, врываемся с новыми видео. И на повестке дня у нас, конечно же, новости. Мы решили снять видео о нашем поступлении, вообще рассказать вам о том, куда мы поступили, как в условиях карантина все это проходило, и, в принципе, наши первые такие впечатления от первого месяца учебы. Поехали! Так, а если никто не знает или впервые попал на наш канал на это видео, то мы сдали ЕГЭ, мы закончили 11 класс, ссылочка про ЕГЭ вот тут где-то высветится. Посмотрите, как мы его сдали, какие у нас баллы. Конечно же, не могу не добавить фразочку о том, что те, кто подписаны на наши инстаграмы, уже давно в курсе, куда мы вообще поступили. Уже там, возможно, даже видели всякие видео с вузов и так далее. Ну, для начала, наверное, все-таки скажем сразу, куда мы поступили. Значит, я поступила в Московский государственный педагогический университет, педагогическое направление технологии физического развития. Это вам что-то скажет? Педагогическое направление, так и говорится? Если педагогический вуз, то логично, что педагогическое направление. А, ну да. Бюджет, очная форма обучения. Я поступила на бюджет в Российский экономический университет имени Георгия Валентиновича Плеханова на направление торговое дело. Сейчас давайте расскажем о наших баллах, о том, в какие вузы мы подавали документы и как в условиях пандемии все это происходило. У нас по стране карантин, по всему миру карантин, поэтому мы сидим дома. Лично я подавала документы онлайн. Я подавала документы очно, так как я хотела посмотреть на сами вузы, как они вообще выглядят, и на самом деле, ну, это решало очень сильно. В принципе, все было так же, как и обычно, я думаю, то есть просто, конечно, говорили надевать маску, а так, в принципе, все было как бы без проблем. На самом деле, мне было лень немного вот ездить по вузам, мне было проще онлайн подать. Онлайн подавать документы на самом деле довольно просто. Нет, мне кажется, наоборот, онлайн, типа, очень много мороки и так далее, еще плюс сайты там иногда виснут, всякое такое. Не знаю. Ну, я у кого не спрашивала, типа, говорят, одна морока вообще. Ну, типа, а очень это приехало, за тебя там сидели. Все сделали? Ну, я не знаю. Мне было очень просто, что там, скан аттестата, скан паспорта, все, выбираешь, там, кнопочки подотыкал, куда хочешь, и подал, все. Мне было довольно просто, не знаю. Подробнее о наших баллах на ЕГЭ вы можете узнать в видео по ссылке в описании. Ну, а так мы скажем, что у меня за три предмета 274 балла, плюс у меня золотая медаль, которая тоже дает дополнительные баллы, а у Ульяны... 220, сколько, 8, 227, ну, посчитай. 60, 7, 227, 227, плюс 1 балл ГТО. Кстати, ГТО мне не зачитали, Камин. Мне не зачитали ГТО, мне зачитали в Мастера только. Ну, и все. Так, а... Ну, Мастер там вообще, извините, у меня 8 баллов. В какие вузы вы подавали? Я, собственно, подавала в РЭО, также я подавала в РАНХИКС, в финансовый университет при правительстве РФ, и также в государственный университет управления. Везде я подавала на бюджет, и, честно, я не ожидала, но я во всех вузах прошла вообще на все направления, для меня это был шок. Особенно в РАНХИКСе, потому что там на почти всех направлениях буквально по где-то 5 бюджетных мест. Но в итоге я решила выбрать РЭО, потому что мне больше всего понравилось направление, плюс мне понравился сам вуз внутри. Направление торговое дело, на самом деле, объединяет в себе очень много всего. Кстати, интересный факт, оно существует с самого основания вуза. Вот. И что мне понравилось, нет какой-то одной конкретной профессии, по которой я буду работать после окончания вуза. То есть, на самом деле, вариантов очень много, и это очень круто. Ну, как бы честно скажу, ребятки, подавала лишь бы куда пройти. Тоже подавала на бюджет, о какой-то там платной основе я вообще не думала. И все, я подавала так чисто по баллам. Куда это? Вот МГПУ, МПГУ, МГУ, областной куда-то туда. РГУ Косыгина я подавала. Ну и, короче, куда-то туда подавала. Все. Ну, не важно, не важно. Ну, такие, типа, университеты, не такого шикарнейшего уровня, как у Камилы. Ну, понятно, типа, у нас очень большая разница в баллах, на самом деле. И, блин, мне кажется, с каждым годом там все меньше и меньше всяких бюджетов. По-разному. В этом году из того, что был карантин, в некоторых топовых вузах, типа Бауманки и МГУ, неожиданно упали баллы, я не знаю, там, на какое-то невероятное количество. Просто из-за того, что люди боялись подавать согласия и там, допустим, ну, боялись не поступить. И в итоге там вообще, я не знаю, 160 проходной какой-нибудь балл там получался в Бауманке или что-то такое. И поступила я в свой университет с помощью русского общественного знания и дополнительного испытания. Я там сняла видео, Камила подтвердит. Да. Хорошо, что никуда не надо было ехать и там показывать перед всякими чуваками. И все. И вот так вот мне звонят, говорят, вы хорошо там проходите бюджет, все, подавайте согласен. Ну и, собственно, давайте перейдем к самому вузу, расскажем о наших группах, о наших кураторах вообще, об общении, как все это происходит. Кстати, вот вы поступаете в вуз, неизвестные, у вас, вы никого не знаете, что же вам делать, бояться не надо. На самом деле, все, со всеми сто раз перезнакомитесь и, блин, на все будет хорошо. Вам еще учиться с ними? Да, вам еще учиться с ними 4 года. За это время вы точно, типа, со всеми уже пообщаетесь. Итак, у меня в группе 29 человек и мне действительно очень повезло с группой, потому что все ребята очень веселые, очень такие, ну, интересные, у каждого есть какие-то увлечения. Есть у меня в группе, получается, две девочки из Вьетнама, одна девочка из Эквадора и мальчик из Турции. И это, на самом деле, очень круто, когда иностранцы пытаются учить русский язык, обращаются к себе за помощью. И, ну, я действительно довольна своей группой. И также, получается, у нас у каждой группы есть по два куратора. Кураторы у меня тоже просто замечательные. Вообще, все нам объясняют, к ним можно обращаться по любым вопросам. Также для нашей группы они раз в неделю, как минимум, устраивают какие-то интерактивы и собрания, где мы тоже друг с другом знакомимся. В общем, у меня все бомба. Я, как бы, уже, то есть, со всеми познакомилась и ничего страшного, как бы, не было. То есть, все очень мило, очень уютно и дружелюбно. У меня немного другая ситуация. У нас вообще просто как противоположенность, типа, немного. У меня, у нас тоже, как бы, две группы, два куратора. И все эти кураторы рассказывают, вам все показывают. Так что вы не переживайте. Куратор со второго курса, у тебя тоже со второго? По сути, наши кураторы, ну, они во всех наших беседах есть. И, как бы, ребята из группы вообще ничего не стесняются, пишут вообще все подряд. Кураторы, в принципе, это читают, они поддерживают тоже, скидывают всякие мемчики. То есть, они, по сути, нам, как бы, как друзья, можно сказать, к которым мы можем обратиться. Кстати, что-то я говорила про возраст и вот вспомнила. А у тебя есть какие-то, типа, 25 плюс? Да, у меня в группе есть мальчик, который учился в РЭО, по-моему, на маркетинге. И его отчислили из-за высшей математики. Он отслужил в армии год и сейчас опять поступил. То есть, ему, сколько, 20 лет, по-моему. Есть также кому 19. Но самый маленький, это, получается, 2003 год. У нас тоже самый маленький 2003. И есть чувак, по-моему, 21. У нас, по-моему, есть один. Немного другая ситуация, потому что Камила с 1 сентября как ездит в вузы, так ездит. То есть, у него всегда очно. Все проходит, собственно, в университете. А у нас университет такой то, что один день мы там дистанционно занимаемся, другой день очно едем туда. И вот так вот каждый раз. Поначалу, когда хочется познакомиться, как-то влиться в коллектив, это немного было сложно сделать, потому что большинство времени мы проводили дома дистанционно. И как-то познакомиться с ребятами было довольно проблематично. Но сейчас, как бы, чуть-чуть мы выходим на очное обучение и все чаще видимся со своей группой. Поэтому нам, как бы, потихоньку начинаем со всеми знакомиться. И это, ну, я считаю, бомбово. Так, ребята, так как все спортсмены занимаются разными видами спорта, это очень, очень круто, потому что такие ребята, знаете, командные и активные, да, такие. У нас, получается, пока что все пары очно, но на лекции у нас а-ля свободное посещение. То есть, мы можем приезжать в вуз, а можем смотреть онлайн-вебинар, ну, как бы, трансляцию, да. Вот, поначалу мы, конечно, все ездили на лекции, но теперь поняли, что гораздо удобнее смотреть из дома, потому что, в основном, у нас лекции идут подряд в какой-то один день. Они не перемешиваются с семинарами. И у нас, кстати, еще преподаватели, которые старше 65-ти, ведут лекции онлайн. Это не очень удобно, но все же. Так что, в принципе, я тоже, как бы, когда-то езжу вуз, когда-то нет, но все-таки чаще бываю там, чем смотрюсь дома. Из-за этой пандемии коронавируса, как такового у нас посвято не было, вот это посвящение в первокурсники. И, конечно, попытались устроить, выехали на природу, в парк, потусили с ребятами, тоже поближе познакомились. Вот, это хотя бы что-то, да. Наши кураторы говорили то, что они там чуть ли весь вуз, все первокурсники, не только там, знаешь, на расправлении, а прям все первокурсники выезжали на природу на несколько дней, и это прям вообще очень масштабно было. Ну, вот, в наш год, год коронавируса, такого, к сожалению, нельзя, как бы, невозможно сделать. Ну, мы попытались, мы попытались сделать свой. Ну, в принципе, в парк мы, типа, ездили группой тоже, по-моему, 1 сентября, и так, как бы, выезжали. Вот, собственно, тоже там общались. По поводу посвято, кураторы говорят, что это тоже очень крутое мероприятие. Они на своем первом курсе тоже куда-то выезжали всем факультетом, но это, как бы, не какое-то мероприятие, которое организовывает вуз. Его, скорее, организовывают кураторы, я не знаю, да. И они сказали, что, к сожалению, в условиях пандемии сейчас не получится это все провести, но они надеются, что это получится сделать весной. Да, странно, но все же я надеюсь, что все будет очень круто, что получится его провести, потому что вообще все, в принципе, студенты говорят, что посвято это что-то прям такое вау. Вот посвято типа не было, так, чисто в парке посидели, пообитали, поговорили. У нас вообще, в принципе, ничего не было. Ну, вот мы ездили в парк, но это просто... Ну, мы тоже так ездили. Не под эгидой и посвято было. Ну, мы тоже, я говорю, то есть такое, типа, чистое. Просто собрались в группу свои и все. Ну, сейчас давайте расскажем коротко об учебе в целом, что она из себя представляет. Со школой, конечно, это просто не сравнится, потому что, ну, блин, это совершенно другое. Конечно, учеба в университете гораздо сложнее, чем в школе, хотя бы из-за того, что вам ничего не разжевывают, если кому-то что-то непонятно. Ну, конечно, на семинарах вам могут объяснить, но на лекциях как бы нет. Но я думаю, немного легче в том плане, что у вас есть как бы какая-то свобода и выбор. Вы можете ходить на лекции, можете не ходить. Просто условно там на свою троечку что-то сделать и все. Там все эти сессии и так далее, но с другой стороны, это что-то совершенно новое, и лично мне это очень интересно. В том-то прикол, что вот ты едешь и думаешь сам, типа, когда пойти, когда не пойти, ты вот просто становишься таким независимым, самостоятельным, вообще таким взрослым. Это вообще конкретный шаг в взрослую жизнь, вот вам что могу сказать. В лекциях у нас как бы ничего не спрашивают, но на семинарах, я говорю, если что-то непонятно, конечно, спрашивают, могут еще раз объяснить, но если ты не понял, то уже как бы все, до свидания. Типа, да, объясняют, но просто изначально объясняют достаточно подробно на самом деле, то есть лично мне как бы все понятно. Семинары это как обычный урок в школе, где вам что-то объясняют, а на лекции как бы чаще всего все направление у нас, то есть там очень много человек сидят в одной аудитории, просто лектор вам что-то рассказывает, все. Вот что хочет, он просто говорит, говорит, говорит и все, а вы должны это конспектировать. Ну, семинары как практика, то есть вам рассказали, вы, может, там что-то еще поделали. То есть, например, на математике мы решаем примеры, то есть так же, как и в школе, в принципе. Нам задают вопросы, мы отвечаем, то есть тоже идет какое-то взаимодействие между учеником и преподавателем. Ну, в целом могу сказать, что я теперь даже не представляю, как я училась в школе, потому что все настолько масштабно. Ты каждый день идешь в вуз, каждый просто раз, когда проходишь по коридору, думаешь, господи, что это за люди, я вообще их не знаю. Я тоже иногда, там, знаешь, иду, там, знаешь, поздно с тренировки, и я просто не представляю, прикинь, вот если мне завтра, там, идти в школу с каминкой, писать самостоятельно по физике, это вообще, у меня уже вообще голова по-другому работает с этим вузом. И это правда, это вообще что-то новое, девчонки, что-то готово. Да, то есть, если вы только собираетесь поступать, и вы чего-то боитесь, то абсолютно не нужно этого делать, потому что это действительно очень интересно, очень увлекательно, захватывающе, и я, честно, вот даже такая фразочка, я думаю, что вуз гораздо, ну, как бы лучше школы в этом плане. Это даже не столько про учебу, сколько именно про общение и какое-то взаимодействие, да, про атмосферу, то есть в школе в основном вы больше сосредоточены на учебе, в университете же, ну, больше как раз-таки на общении, на каком-то... Контакте. Да, на каком-то контакте, на чем-то новом. Так же все бомбово. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше, это как бы первый месяц у нас только прошел, но это вот чисто первый месяц, вот наши вот впечатления, наш отзыв. Ну, у меня уже, как бы, по сути, через две недели начнется сессия. Здравствуйте. Все, на такой вот ноте будем завершать это видео, надеюсь, оно вам понравилось, если вы узнали что-то для себя новое, если это так, то ставьте лайки, конечно же, пишите в комментарии все свои мысли, что вы думаете, не забывайте подписываться на инстаграмы. И пишите в комментариях, может быть, кто-то тоже поступил? Куда вы поступили? Да, все, что думаете, все, что хотите, пишите. Какой у вас вуз? Отзыв о вашем вузе. Все, вы, просто всю правду нам туда. Это было все, и всем пока. Я отучусь, и, как я поняла, я буду учителем физкультуры. Ну, спортивное направление, все дела. Но мне нравится, знаете, у нас там и гимнастика, и плавание, вот это вообще обожаю. Прикиньте, это вообще круто. И подвижные игры, и там всякие догонялки, и всякие там, знаете, вышибалы играю. Это вообще бомба. Вот это лайк, ставлю лайк, все. У нас, кстати, тоже физра в бассейне есть, в зале единоборств, в тренажерном зале. То есть Рео очень спортивный, типа вуз, зазош, там все дела. Да? Да.